Если хотите себе лучший семейный хэтчбэк, забудьте о европейских авто, их век уже прошел, посмотрите на восток. Вот, например, новые Хонда Сивик, Киа Сид и Тойота Королла. Сегодня я собираюсь определить лучшие модели из этой троицы, поговорю об их дизайне, посмотрю салон, оценю практичность, прокачусь на них и, конечно, стартую, чтобы оценить производительность, ведь я Мэтт Уотсон и это Карвау. Один из весомых факторов при покупке семейного хэтчбэка его цена, и тут Киа выигрышнее, ее начальная цена 25 тысяч фунтов, а у Хонды и Тойоты минимум 30, однако оба этих авто гибриды, а вот Киа нет. Гибриды всегда дороже, так как потенциально более экономичны, ну и из-за более сложной начинки. Когда покупаешь авто, первое, что бросается в глаза, это внешка, и Киа смотрится неплохо, поскольку это версия GT Line, здесь заниженные бамперы, которые с виду чуть спортивнее, ну и глянцевые элементы, в целом все довольно традиционно, без изысков и не раздражает, впрочем, и не возбуждает. Дизайн Тойота Королла несколько более характерный, у этого авто более агрессивная такая морда, выделяется, ну и зад тоже красивый, ни с чем не спутаешь, но если посмотреть профиль, все же вполне обычный семейный хэтчбэк. А вот с Сивиком ситуация другая, в профиле он словно авто классом повыше, немного напоминает мне Ауди А5 спортбэк, такой покатый, купе-образный вид, ну и перед мне тоже нравится, как и зад. Многое тут похоже на предыдущее поколение Хунда Сивик, но сейчас словно избавились от всего лишнего, и все как надо, даже несмотря на то, что авто сделано с нуля, видно, что дизайн его прошел долгий путь к тому результату, к которому стремились изначально. Красивая машина. А еще салон Сивик по ощущениям несколько просторнее, возможно дело в дизайне передней панели, такая вот полоса визуально ее удлиняет. Еще мне нравятся такие вот ручки, прикольно, да и климат-контроль тоже. Да, сидеть в этом авто приятно, положение водителя хорошее, гибкая регулировка, качество отделки в целом весьма добротное, информационно-развлекательная система куда лучше, чем в старом Сивике, ох, там она была просто кошмарная. Плюс есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, правда, у Apple CarPlay она беспроводная, у Android почему-то нет. Еще у этой машины полностью цифровая приборка, так как это заряженная версия, у всех остальных она цифровая лишь частичная. Не знаю почему, жаль, конечно. В Короле приборы цифровые, независимо от выбранной версии, а еще тут беспроводная поддержка Android Auto, не только Apple CarPlay, что замечательно. А еще мне нравится качество отделки, много мягких материалов, плюс благодаря прострочке передняя панель выглядит довольно дорого, дизайн тут тоже более живенький, нежели в Сивике, и раскладка более сконцентрирована на водителе, ощущается более спортивно, при том, что это вполне себе обычный семейный хэтчбэк. Вон, гляньте на сидения, такие сидения характерны для спорткаров, а не машин, сделанных с расчетом на максимальную экономичность. Вот знаете, по сравнению с предыдущими двумя, это Киа словно машина предыдущего поколения, в плане качество ничего, смотрится вполне неплохо, за исключением вот этого места, не нравится мне такая форма передней панели. И да, кое-какая прострочка тут тоже есть, а еще тут большой добротный экран системы, поддержка что Apple CarPlay, что Android проводная, беспроводной, увы, нема. Даже не знаю в чем дело, дизайн как будто более бестолковый, нежели у остальных двоих. Есть кое-какие яркие вставки для оживляжа, но аналоговые приборы, ну и в целом не ощущается, будто сидишь в авто, а скорее как будто присел на сидение авто. Может это из-за того, что центральная консоль довольно низкая, в общем, хорошо, да не очень-то. Позади у Киа тоже все вполне традиционно, места коленям хватает, сверху тоже, людям выше метра восьмидесяти двух будет нормально, а вот с перевозкой троих пассажиров позади несколько похуже, поскольку центральное сидение довольно узкое, да и сами сидения сделаны так, что пассажиры с краев будут сидеть вот так, получается, что эта часть упирается в спину, как-то нехорошо для осанки. А вот в Тойоте Короле не очень хорошо с местом для коленей, его тут немного, и это у меня ножки коротенькие, длинное тулово, люди с длинными ногами и вовсе будут упираться в спинки передних сидений. И еще я подметил, что это кожа или кожзам, что это как будто натянута меньше, чем надо, знаете, типа как когда полные люди резко сбрасывают вес, и кожа у них болтается. Так вот, места коленям немного, а вот сверху нормально, ничего, однако для перевозки троих пассажиров позади это авто подходит еще меньше, чем Киа, поскольку кузов здесь уже, и всем как-то тесновато. Позади в Севике почти все идеально, разве что за исключением места сверху, людям за метр восемьдесят два может быть тесновато. Но в остальном позади весьма просторно, во, гляньте, сколько места коленям, ногам не тесно, а еще это авто лучше подходит для перевозки троих пассажиров позади, нежели другие два. И центральное сидение довольно удобное, да, по ощущениям это вполне просторное авто, в немалой степени за счет того, что у этой версии в максимальной комплектации панорамная крыша, с которой в салоне светлее. Ну и в целом эта машина как будто побольше предыдущих двух. Теперь давайте прокатимся в этих авто, начнем с Киа, так как она из всей тройки самая обыденная. Вот знаете, все очень добротно, Киа расстарались и сделали действительно удобный автомобиль для повседневной езды. Вот, я еду по извилистой дороге и управляется именно так, как и полагается обычному семейному хэтчбеку. Проходит повороты безо всяких проблем, зацеп есть, поворачивает нормально. Задорно ли? Нет, но это и не главное. Зато безопасно, надежно, разумно, именно то, чего ожидаешь. Моторчик ничем не удивит, но силенок достаточно. Рычаг с нейтралки туговат, но ходит легко. Сцепление тоже нормальное, подвеска в целом работает хорошо, то есть неровности машина проезжает нормально. Не идеально плавно, но и не слишком прыгучая. Самое то, что нужно для езды по городу. И ездить в городской черте очень и очень просто. Тормоза плавные, срабатывают четко, проще некуда. Еще один плюс этой модели, хорошая маневренность. Диаметр разворота тут всего 10,6 метра. Очень круто. Попробую развернуться здесь. Удастся ли? Не, попорчу диски, но почти. И напоследок посмотрим, как Киа Сид едет на более высоких скоростях. Присутствует некоторый шум от колес. Ну и бафтинг тоже в этой области. Не самая тихая машина. Это может немного напрягать в дальних поездках. Жаль, ведь в остальном это вполне ничего такой середняк. Так, я пересел в Тойоту Королу, давайте сравним. Сразу можно сказать, что она как будто бы чуть отзывчивее. Киа. Лучше чувствуешь авто. Вот еду по той же извилистой проселочной дороге и по ощущениям как будто спортивнее. Не намного, не как спорткар там или даже хот-хэтч. Просто эта машина держится на дороге чуть увереннее. Ну чё-с возьму и поставлю режим спорта, а у Короллы есть режим спорта. Не знаю, правда, что он делает. Разве что приемистость стала чуть получше, но это едва различимо. Я впечатлен тем, как авто проходит по грехам дороги. Если какая неровность на повороте, не теряется управление, все четко и собрано. Если заехать в город, вот как сейчас, подвеска работает довольно плавно. Чуть лучше Киа. Не на много, на самую малость. И в сухом остатке, если сравнивать оба этих авто, только и остается заметить, что это чуть лучше. Есть тут и еще одно преимущество, которое проявится на более медленных участках, а именно возможность ехать исключительно на электротяге. Вот в салоне тишина, потому что работает электромотор. Далеко таким образом не уедешь, но поманеврировать, метнуться туда-сюда вполне себе можно. Это очень удобно. Есть, правда, один минус у этой гибридной системы. Понимаете, поскольку тут есть рекуперативное торможение, на нажатие педали тормоза авто реагирует довольно резко в сравнении с Киа. Поскольку сначала тормозит электромотор, он работает как бы по обратному принципу, чтобы вернуть часть заряда в батарее. Это ощущается не столь естественно, как обычные фрикционные тормоза. Они тут тоже есть, если надо резко остановиться, но при легком нажатии педали все же реакция рисковатая. Не то чтобы плохо, лучше, чем у многих гибридов, но все равно подмечаешь. Диаметр разворота тут 11,4 метра, то есть чуть больше, чем у Киа. Выключу режим спорт, пожалуй, чтобы рулить стало полегче. Поверну в один прием. Да, сейчас. Вообще не вариант на Киа, мне казалось, что пролезу. А в самом конце я струкнул, что покорябые диски, но на этом авто 100% не развернусь. Вот что меня раздражает у этой модели, здоровые задние стойки сильно мешают обзору. Так, оценим езду по шоссе. Первым делом обгоним медленно идущее авто впереди. Подхватывает неплохо, сидения удобные, а еще во время такой езды здесь потише, чем в салоне Киа. Подойдет для дальних поездок. И, наконец, осталось прокатиться на Сивике. Несмотря на отсутствие у него коробки, возникает иллюзия, будто она есть. О, переключает передачу. Но ведь это не так, это неправда. Это обман. Можно подергать эти лепестки, кажется, что они что-то делают, но они нужны для регулировки силы рекуперации при отпускании педали акселератора. Как чутно. И звук, он искусственный, воспроизводится через динамики в салоне, но создается иллюзия, будто под капотом и впрямь обычный ДВС со вполне себе обычной коробкой передач. Неожиданно. Как и то, насколько хорошо это авто проходит повороты. По извилистой дороге едет весьма задорно и с неровностями справляется очень здорово. В этом авто на извилистой дороге определенно намного веселее, чем в Короле или Киа Сид. Несомненно. Каков зацеп. И звучит приятно. Хоть и обманывает, и я это прекрасно понимаю. Теперь прокатимся на Хонде Сивик по городу. Первым делом отмечу, что обзор вперед здесь великолепный. Низкая передняя панель, добротное большое лобовое стекло, также езду по городу облегчает рулежка, довольно легкая, не нужно задумываться о переключении передач, все на автомате. Собственно, я сейчас еду исключительно на электротяге, очень расслабляет. Тормоза довольно приличные, без рывков, при том, что тут опять же поначалу срабатывает рекуперация. Хонда здоровски все отладили. К работе подвески вообще никаких претензий, отлично проезжает и по неровностям, и по ямам, и по лежачим полицейским. Есть тут существенный недостаток. Это диаметр разворота 11,6 метра. То есть несколько больше, чем у Тойоты Короллы и, конечно, Киа Сид. Видите, я уже нафоршмачил вначале. А ведь должен был проехать, но не хватило маневренности. Давай. Мне кажется, это я облашал. Дайте попробовать еще разок. Если я хочу сюда проехать, надо хотя бы изобразить старание на повороте, но все равно. Вообще без шансов. Я, по сути, утыкаюсь в бордюр мордой. Увы. Ну не зря же в автошколах учат выполнять разворот, так ведь? Это единственный минус этого авто при езде в городской черте, и это, строго говоря, не смертельно. И, наконец, ускоримся. Пойдем на обгон. Итак, оборотов. О, как будто переключила передачу. И опять. Да ведь ничего не переключается. Что за... Что за черная магия такая? По сути, все время работает электромотор, но при этом возникает иллюзия, будто работает на самом деле двигатель внутреннего сгорания, который раздает через коробку тягу на колеса. Но это не так. Естественно. Да чего естественно? Я сбит с толку. Несмотря на такую вот странную систему, езда на этой Хонде пришлась мне по вкусу больше всех. В плане перевозки багажа, Королла наименее практичное авто из трех. Объем багажника у нее скромный 313 литров. И это с учетом вот этой ниши под полом. Но благодаря фальшполу здесь нет порога, и закидывать и выгружать багаж легче. А если сложить спинки задних сидений, пожалуйста, поверхность совершенно ровная, красота. Теперь Сид. Объем багажника этого авто пристойный, 395 литров довольно много, но опять же, часть объема отъедает ниша под фальшполом. Его наличие опять-таки подразумевает отсутствие порога. А если сложить спинки задних сидений, поверхность почти что ровная, не совсем никак у Тойоты. И, наконец, Хонда Сивик, багажник который с самой большой объемом 410 литров, что довольно-таки много, и лишь часть объема отъедает ниша под фальшполом, вот. Правда, как видите, тут имеется заметный порожек. Впрочем, пол багажника довольно низкий, что должно несколько облегчать погрузку и выгрузку. Если сложить спинки сидений, поверхность не совсем ровная, из-за чего проталкивать багаж вперед не так просто, как хотелось бы, но если смотреть на количество места, его тут куда больше, и это авто практичнее остальных. И эта штука мне тоже нравится. Полка багажника сделана очень грамотно, когда не используется, можно спокойно снять и положить где-нибудь в уголке, чтобы не занимало место. У других двух авто полки очень громоздкие и будут мешать при загрузке багажника под завязку. С выбором двигателей у этих авто все незамысловато. Для Киа доступен лишь полуторалитровый бензиновый турбированный мотор на 160 лошадиных сил, передний привод и шестиступенчатая либо механика, либо автоматическая коробка. У Хонда же своеобразная гибридная система. Двухлитровый бензиновый мотор здесь работает как генератор и вырабатывает заряд для электромотора, который выдает тягу на переднюю ось. Заморочено, да, причем ДВС может также выдавать тягу на переднюю ось на высоких скоростях. Коробки передачи этого авто нет, сильно не запариваетесь, главное, едет нормально. И выдает 184 лошадиных силы. И, наконец, Тойота. Это тоже гибрид, как и Хонда, однако более традиционный. Бензиновый мотор, у которого в качестве подспорья электромотор. Привод передний и коробка автомат. Для Тойоты доступны два мотора на выбор. 1,8 литра, всего 120 лошадиных сил, да кому такой нужен? Уж лучше взять двухлитровый мотор, как у этой модели, отдача которого 181 лошадиная сила. И напоследок проверим заявленный разгон авто до 96. У Кио он 8,4 секунды, посмотрим, сколько будет у меня. Оборудование на готове, никто со своей Кио Сид этого делать не будет, но ведь я же Мэтт Уотсон, это Карвао, верно? Погнали. Переключили, хорошо. Что же будет? Давай. 8,3 десятых. Хороший был старт. Королла с двухлитровым мотором должна разгоняться за 7,9 десятых. Сейчас проверим. Тут стартовать будет легче, чем на Кио, потому что не механика, мне ничего делать не надо, немножечко брейкбустом. Погнали. Мы в режиме спорт. Что же будет? Слышите, как вариатор работает? До 96 за 7,6 секунды. Быстрее, чем мне показалось. Хонда должна набрать 96 за 8,1 секунды. Проверим моим оборудованием для замеров спортивный режим. Погнали. Странно так выдают обороты. 6,79 сотых. Подхватывает, поскольку по сути работает электромотор просто как дурная. Я в шоке. Куда лучше, чем я ожидал. Итак, каков же мой вердикт? Ну, Киа Сид весьма добротное авто. Мне нравится. Но Тойота Королла все же чуть лучше. И ехать на ней немного приятнее. Но не так здорово, как на новой Хонде Сивик. Она меня очень удивила. Производительность и вместительность. Мне очень понравилось это авто. Просто замечательный во всех отношениях семейный хэтчбэк. Поэтому он и побеждает в нашем тесте. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк. Если вы на нас еще не подписались, можете сделать это сейчас, просто нажав на кругляш по центру. Или нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще что-нибудь. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok